МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было солнечное затмение, причем полное. Оно было ночью, и оно продолжалось почти 4 часа. По традиции, как оказалось, очень многие люди на солнечное затмение пишут всякие пожелания, прямо берут листочек бумаги и пишут, чего бы они в жизни хотели. Пишут то, чего бы они хотели отказаться, сжигают это там, ну и так далее. В общем-то, люди на самом деле пытаются со временем и с будущим, картинкой будущего, работать так, как они умеют. И сегодня я предлагаю поговорить о планировании, о моделировании картинки будущего и о том, как, собственно говоря, сделать так, чтобы наша жизнь в дальнейшем была светлая, позитивная, чтобы наши дети и внуки жили и работали, и достигали своих целей. Ну, совсем не так, как, например, нам это все время с экранов телевизоров или с киноэкранов пытаются преподнести. Но для начала я начну с мельдония. Все слышали о том, что буквально вот вчера, позавчера произошел большой новый допинговый скандал. Международное агентство по антидопингу «Мелдронат» есть такой препарат, в котором основным активным веществом является мельдония. В общем-то, с 1 января этого года это вещество, которое на протяжении 40 лет с момента его изобретения применяется не только в спорте, но и в вооруженных силах. Собственно говоря, изобретен мельдоний был в вооруженных силах. Это было во времена Афганской войны, Советского Союза. И этот препарат предназначен для более лучшего усваивания кислорода в организме человеческом, который находится в состоянии сильных физических перегрузок. То есть это препарат, который, собственно говоря, усиливает усваиваемость кислорода в организме. Он не является никаким допингом, ни нервно стимулирующим каким-то препаратом, но с 1 января такое решение принято. И вот здесь, с точки зрения будущего, с точки зрения управления, мы с вами сталкиваемся с двумя управленческими решениями. Во-первых, под действие этого препарата на допинг-тестах попадает огромное количество российских спортсменов, причем знаменитых российских спортсменов. И второе, как оказалось, этот препарат является очень сильным конкурентом для двух крупнейших фармацевтических компаний, которые по миру эту же задачу усвоения кислорода решают при помощи другого вещества. И получается, в общем-то, обычная конкурентная борьба, когда Милдранат, он на самом деле занимает определенную долю рынка, и мы имеем с вами обычную торговую войну, которая вот таким вот образом через агентство антидопинговое международное совершенно бездоказательно, без предоставления каких-либо доказательств этому агентству и писать, в общем-то, жалобы совершенно бесполезно. Принято вот такое решение. Получается, что даже на простейшем примере, который мы с вами видим каждый день, мы с вами видим вложенные задачи. Одним политическим решением, когда просто берется и убирается с рынка конкурент, решается несколько вложенных задач. Во-первых, происходит политический удар по российским спортсменам. Российские спортсмены – это имиджевая, медийная такая, знаете, составляющая образа Российской Федерации. Даже выходцы из Российской Федерации, которые, может быть, многие годы живут на Западе, они тоже все равно ментально и в глазах всего мира, они связаны с Россией. Происходит вот такой вот удар. Никто же не будет разбираться, что речь идет всего лишь навсего о переделе рынка и конкурентной борьбе. Допинг и допинг. Но вот здесь, на самом деле, на простейшем примере видно, как планировщики таких событий, сценаристы таких событий закладывают и реализуют свои цели при помощи сценарных разработок. Либо возьмем вот пример, который случился недавно на встрече министров иностранных дел Нормандской четверки. Помните, там был Лавров, Клинкин, министр иностранных дел Франции и Германии. И встреча длилась всего лишь час, а потом их вывели на фотографирование. Казалось бы, ну фотографирование и фотографирование. На самом деле вся эта встреча ради этой фотографии и производилась. Дело в том, что в обществе разные социальные группы пользуются разными сигнальными системами. То есть для того, чтобы оповестить посвященных, до чего договорились, оказывается, на языке символов можно всего лишь навсего разыграть сцену, при которой впервые Нормандская четверка на уровне министров иностранных дел встречается уже не первый год. Периодически такие встречи всегда происходят. И всегда на этих встречах символически Лавров и Клинкин стояли по разные стороны. То есть между ними была Германия и Франция. И получалось так, что Украина, как объект управления, а Украина никогда не была и не будет субъектом управления, это пешка на политической игре. Она стояла далеко от России, между ними находилась Франция и Германия. И вот здесь, по привычке, Клинкин пошел в другую сторону, а там был не его флаг, а флаг Евросоюза. И ему специально было наглядно указано на его место возле России, на языке символов и вложенных задач. Было показано, что Украина переходит под влияние Российской Федерации. И дальше пошли события, которые это подтверждают. Это связано и с политикой Международного валютного фонда, который 10 раз указал Украине, что не будет ее финансировать, пока она не разберется со своими долгами перед Российской Федерацией. Это было связано с группой украинских туристов, численностью 22 человека, которые летели в Соединенные Штаты через Францию. Они открыли визы американские, но французы их завернули. Это фактически событие, которое в точности повторяет вот это вот фотографирование. Язык символов, язык такой, знаете, сигнальной системы, которая в общем потоке новостей обычными гражданами читается не очень. Но тем не менее для посвященных, которые следят за международным раскладом сил, а речь идет только о балансе сил. Фактически всему миру было объявлено о том, что Россия получила дипломатическую победу. Эта дипломатическая победа заключается в том, что Украина переместилась от влияния Евросоюза в сторону России. И теперь Россия будет определять, как, собственно говоря, заканчивать вот эти последствия государственного переворота со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это не значит, что там все проблемы на Украине закончились. Тут есть еще одна проблема, связанная с тем, что на уровне политическом, дипломатическом можно достигнуть определенных побед, но на более низком уровне, на уровне работы с населением, там, конечно, еще работы непочатые края, население по инерции. Все по-прежнему воспринимает Российскую Федерацию как агрессора. По-прежнему воспринимает, что мы там вторглись, мы там аннексировали территорию, совершенно забывая о том, что вот этот государственный переворот, который фактически оформил экспансию Запада униадской церкви, которая на протяжении 500 лет пыталась все время продвинуться на восток. И это было вооруженным путем, это было всевозможными разными способами. И вот здесь, в 2014 году, это произошло ментальным путем. И вот получается, что сценаристы и планировщики, которые 500 лет эту задачу решали в преемственности поколений, они наконец-то смогли достичь каких-то результатов в начале 21 века, и им каким-то образом это удалось с сочетанием разных технологий, майданных, телевизионных, пропагандистских. И вот здесь нам с точки зрения того, что же этому противопоставить на этом, на низком уровне, стоит поговорить вообще о профессии сценариста и планировщика. То есть вот эти примеры, которые я сегодня привел, они говорят о том, что планировщики с той стороны, планировщики с этой стороны, они на самом деле планируют будущее. Вот как прямо в ночь на 9 марта люди писали свои пожелания, но это было такое, знаете, неоформленное стихийно-инстинктивное желание. Где-то прочитали, что надо сделать, а есть люди, которые планируют будущее, прописывают его и корректируют с каждым событием, которое занимается этим профессионально. В качестве примера профессионалов такого рода я хочу привести, например, человека по фамилии Левочкин, или человека по фамилии Сурков, или человека по фамилии Кургинян. Оказывается, что пиарщики и стратеги, планировщики, они, как правило, имеют у себя образование сценариста или режиссера. Вот прямо вот открытым текстом. Вот прямо кино, театр, сценаристы, режиссеры – это особый тип мышления, это особое отношение ко времени, это мышление на таймлайне, на шкале времени. Получается, что планировщики во всем мире, ну, рассказывают, например, о планировщике, который был пиарщиком при мэрии Гонконга, а потом перебрался в Англию и сделал политическую карьеру. То есть это люди, которые способны видеть будущее, ставить цели, делать расчет сил и средств, делать анализ ситуации на сегодня, на вчера и прогнозировать, планировать то, что будет, например, завтра, послезавтра, дожили до завтра, и скорректировать по шкале времени. И вот здесь я с вами хочу поговорить сегодня о профессии сценариста вот в каком контексте. Мы, Российская Федерация, если брать весь русский мир, мы действительно достигаем сейчас при помощи высокоинтеллектуальных планировщиков, находящихся на верхних этажах, значительных побед в геополитике, в глобальной политике, в международных отношениях, в области дипломатии. При этом, понятное дело, мы сочетаем применение хороших, качественных переговорщиков, например, с хорошими переговорщиками, которые сидят на Су-24 и очень четко показывают Западу и регулярным войскам Запада, которые называются боевики, что мы можем и здесь, мы можем и так. Но у нас с вами есть одна особенность историческая, которая называется примерно вот так. Русские хорошо воюют автоматом Калашникова, русские хорошо договариваются после того, как над Рейстагом стоит Знамя Победы, но при этом русские упускают то, что называется работа с населением. Работа с населением – это действительно наше слабое место. И с этим, в общем-то, никто не поспорит. Даже если посмотреть на все сериалы, на все фильмы, которые напрямую взаимодействуют с населением, то мы с вами там, например, увидим такой сериал канала ТНТ, который называется «Измены». Давайте проанализируем. «Измены». Сериал сделан шикарно. Он сделан в лучших традициях американских сериалов. Что такое сериалы? Это не вот это мыло, это 60-80 эпизодов, знаете, как аргентинские, американские сериалы, которые там были в начале 80-х, в 90-е годы. А сейчас выработался формат сериалов, которые длятся 12-16 эпизодов по 45 минут, которое называется «Кино в длинную», когда ты смотришь, ну, либо каждый будний день, либо раз в неделю этот эпизод, и ты как бы погружаешься в жизнь этих героев, влюбляешься в них и живешь с ними, ну, как с соседями, как с родственниками, как с членами семьи. Даже возникает вот симпатия, тяга и так далее. Это называется погружение зрительской аудитории вот в эту канву планирования. И тот же сериал, например, «Измены», при всем при том, что он сделан чрезвычайно качественно, он сеет в целевой аудитории, которая 16+. 16+, то есть дети, которые еще только приступают к возрасту плодородному, да, к детородному, сеет отношение к семье как к чему-то зыбкому, к чему-то необязательному и достаточно безнравственным типам поведения. То есть программируется на уровне земли, на уровне людей отношение к семье, которое, в общем-то, фактически упирается в child-free. По большому счету, сериал «Измены» — это прямой удар по демографии Российской Федерации, по демографии всех русскоязычных стран, потому что моделируется ситуация и отношение между полами. Нет обязательств, все вокруг прогнило, люди не те. И таким вот образом создается ситуация, когда и, в общем-то, и гомосексуализации принудительной не надо, люди и так все равно никого не рожают. Это на самом деле есть информационная и военная операция по деморализации населения. Это на самом деле очень сильное оружие. И вот с этой точки зрения возникает вопрос, а что противопоставить? Как сыграть на этом поле, чтобы противодействовать вот этой информационно-генетической, скажем так, диверсии? Потому что то, что закладывается в подкорку, оно в конце концов вырастает то, что дети не рождаются, роды не продолжаются. Каждый человек, который не родил хотя бы двух, хотя бы четырех детей, он-то на самом деле и закрывает свой род. И те родственники, которые стоят и невоплощенные, и просятся родиться, они уже не родятся. И тогда, в общем-то, человек на самом деле свою жизненную функцию не выполняет. Чем не военная операция? И вот тут возникает вопрос, а что же делать на этом поле? Сериалы, вот если посмотреть, основные производители сериалов, это, безусловно, продакшены, которые аффилированы с крупными бродкастерами. Бродкастер, английское слово, означает эфирный вещатель. То есть крупные телеканалы имеют достаточно ресурсов с рекламного пирога или с донорских компаний, которые тратят достаточно заметные деньги на то, чтобы сериальные линейки производить. Сериальные линейки у нас в основном всегда вторичные. Мы повторяем путь, который проходится на Западе. Все у нас, знаете, вот, например, пошла медицинская тема, с Клифосовской. Пошла там, например, тема основных пассионариев. Это силовики, менты, полиция, это бандиты, бригада и целая линейка, да, это глухарь и целая линейка и так далее, и так далее. Все достаточно вторично и все такое, вот, пробуем, интерес. Надо же еще решить вопрос рейтингов, чтобы люди смотрели, чтобы была рекламная отдача. Если люди, аудитория собирается перед телеканалом и смотрит, то, соответственно, появляется более высокий рекламный выхлоп. То есть на этих сериалах в промежутках, там, в рекламных паузах можно продать больше рекламного времени. То есть здесь тоже вложенная задача. То есть получается вложенная задача не только перехватить, например, инициативу, которую держит Запад. Не будем забывать, что это систематическая политика Запада по развращению нашего населения, по недопущению увеличения населения, демографии, недопущения русского миллиарда. Это делается и таким вот образом, развращая нашу молодежь. Соответственно, возникает вопрос, как создать производство, пусть не длинных сериалов, пусть там 4, 8, 12 эпизодов, типа той же бригады, в котором воспевать картинку будущего. Вспоминаем 9 марта, когда все пишут пожелания в новолуние, там на солнечное затмение. Когда мы можем прогнозировать картинку будущего, рисовать ее оптимистической, наконец-то показать у нас на экранах счастливую семью. Вот такая, знаете, диковинка. Вот посмотрите, возьмите, вот просто задайтесь трудом, посмотрите с точки зрения депрессника, не депрессника, киноафишу, сериальную афишу, телевизионную афишу, и вы там увидите, что счастливой семьи, счастливой семьи, со всеми проблемами, со всеми трудами, а особенно семьи провинциальной. У нас же еще фильмы все столичные, у нас города-миллионники, у нас там как не белый воротничок, то есть сотрудник там банка или сотрудник какой-то маркетинговой компании, либо какой-то управляющий, так еще какая-нибудь прослоечка, которая на самом деле на улице не каждый день встречается. И совершенно нет фильмов, например, о бюджетниках. Врачей я в данном случае не беру, потому что там преследуются несколько другие цели. Вы обратили внимание, что у нас идет массированная атака на российскую медицину. У нас в новостях вдруг возникают массированные там новости, сообщения о белгородском враче, убившем своего пациента, о том, что некачественная медицина. И в то же время это перемежается с тем, что если вдруг возникла какая-то проблема, то всего лишь там 10-20 тысяч евро, и можно выехать в Германию, в Израиль и так далее, и так далее. Тоже передел рынка, тоже конкурентная борьба, тоже при помощи телевизора происходит способ передела рынка. То есть медицинские сериалы в данном случае, они не столько показывают бюджетников, о чем я сразу сказал, а показывают саму индустрию и ее особенности с точки зрения доли рынка. И вот здесь вот вопрос, кого показывать, какую семью показывать, какую энергетику задавать, у нас на самом деле на рынке, который взаимодействует с людьми. А сериалы я в данном случае выделяю специально не просто, потому что мне так захотелось, и я кинематографист, а потому что, например, новости каждодневные, во-первых, они вызывают отвращение, они вызывают отбойник. Сколько можно идти смотреть депрессивной новости, там как не убил, так что-то случилось, как допинговый скандал, так как еще что-то. Копаться в этом не хочется, люди реально устают. Психика человеческая настроена так, что они хотят позитива, а позитива в телевизоре найти непросто. Люди вечерами, выключая телевизор, начинают искать, чего бы скачать, чего бы посмотреть, они на самом деле, ну, кто заточен на ужасы, они смотрят ужасы, но основная масса аудитории, это более 70%, ищут светлого кино и не находят. Нет фильмов, ну, например, о предпринимателях какого-нибудь районного центра, которые на самом деле решают сразу вложенные задачи и заработать, найти ресурсы для семьи, родить детей, выстроить отношения и дать пример. Мы на самом деле говорим о герое нашего времени. А герой нашего времени весь находится на периферии. Безусловно, эти люди есть и в городах-миллионниках, и в столицах, но по большому счету их засветить в той конкурентной борьбе, когда рынок весь поделен между основными мейджорами, достаточно непросто. И вот здесь я хочу перейти к главной квинтэссенции того, что надо создавать своих Левочкиных, надо создавать своих кургинянов в том смысле, что люди, которые свое будущее планируют только на бумажечке в новолунии и в солнечное затмение, они на самом деле со временем, с планированием времени, с управлением временем, с тайм-менеджментом, причем не только в своей жизни, но даже с точки зрения написания сценария, который косвенно сможет управлять людьми в длинную, у нас специалистов такого уровня просто нет. Этому не учат. Этому не учат в вузах. И даже в тех вузах, которые готовят сценаристов, учат, ну знаете, людей, которые, во-первых, работники по найму, которые реагируют только на брифы мейджоров, которые на самом деле создают депрессивное кино. Я вам рассказывал уже однажды в одном из эфиров, что я был на встрече с педагогами в ГИКа, которые привезли в Крым нам показать курсовые дипломные работы этого выдающегося индустриального вуза. И было показано примерно пять работ. Это короткометражки, там длительностью от трех до шести минут. И я вам скажу, ну депрессняк там посеян даже не квадратно-гнездовым способом. То есть там был фильм о дедовщине в армии, там был фильм о ювенальной юстиции, о том, как женщина в погонах пришла в какую-то неблагополучную семью и закрыла там глаза на что-то. И вы знаете, вот этот депрессняк, который делается студентами в возрасте от 18 до 30 лет, он на самом деле посевается у них в головах таким образом, что дальше они будут воспроизводить только такие истории. Во-первых, они понимают у себя на подсознательном уровне, что на эти истории есть социальный заказ. Во-вторых, они по-другому, наверное, просто не умеют, потому что делать позитивную историю, причем, что самое интересное, делать позитивную историю, которая понравится не своему кругу общения, не своим персонам влияния, а которая понравится максимально широкой аудитории. Ведь еще в искусстве рассказывания человеческих историй есть одна закономерность. Многие люди на подсознательном уровне при слове «авторское кино», например, говорят, «Ой, это скука». А некоторые люди на этом зарабатывают, потому что на это есть заказ. И они настроены всеми своими антеннами на то, чтобы понравиться заказчику. При этом развлечь и научить чему-то массовую, большую аудиторию просто даже не хватает энергетики, знаний, умений и навыков. И получается, что наши профессионалы, сценаристы, планировщики используются в темную для того, чтобы ретранслировать, репродуцировать в общество истории депрессниковые, посевающие безнравственность, посевающие неуверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что построить счастливую семью невозможно, уверенность в том, что в нынешних, среди нынешних детей в возрасте там от 9 до 15 лет добиться каких-то педагогических результатов, чтобы дети выросли с человеческим типом психики, понятливые, спокойные, без истерик, с которыми можно вести диалог. Таких-то фильмов тоже нет. И вот здесь, мне кажется, что на фоне наших дипломатических, военных и геополитических побед пришло время заняться таким видом работы, который будет называться работа с людьми на земле. И вы знаете, количество говорящих голов, которые могут в телевизоре, ну, по примеру, того же Никиты Михалкова, который ведет программу «Бесогон», по примеру, Николая Викторовича Старикова, который ведет там свои видеоблоги, по примеру, Константина Семина и так далее. Вот «Говорящие головы» это очень важная составная часть такой работы. Это персоны влияния. Это люди, которые своим словом могут, например, посеять определенную идею. Но этого недостаточно, потому что новости и вот такие «Говорящие головы», они на самом деле работают в очень небольшом диапазоне времени. Ну, с сегодня на завтра и буквально два-три дня и это забывается, потому что приходят новые новости, новые блоги и новые «Бесогоны». А вот сериалы, особенно сериалы о герое нашего времени, особенно о гражданине Российской Федерации, Белоруссии или Украине, который живет здесь сегодня в нынешних условиях, как он решает эти жизненные задачи, какой нравственностью и этикой он пользуется и может ли он стать примером для того, для всей окружающей аудитории с точки зрения того, как переживать эти трудности, как достигать победы, как планировать свою жизнь, ставить цели и их достигать. Вот этих сериалов у нас с вами на сегодня и нет. И вот эту задачу, я думаю, стоит сформулировать и в повестку дня забить, потому что индустрия, которая на самом деле управляется из-за рубежа, которая опирается на объемное финансирование, которое получается из федеральных каналов или, например, из Министерства культуры, но при этом не ставится задача, что снимать, не ставится задача, как управлять обществом в длинную, какие тематические ниши нужно заполнять. И вот я, мне кажется, пусть это будет спорно, пусть это будет, ну, наверное, с вызовом и вызывающе, но тем не менее эти ниши я бы сегодня хотел назвать. Во-первых, я считаю, и вы со мной согласитесь, что на нашей киноафише и телесериальной киноафише телевизионной у нас абсолютно нет детских и семейных фильмов, которые бы были сделаны не только у нас с точки зрения географии, но еще у нас с точки зрения идеологии. Мы смотрим только западное кино. Это пробел. Нужно снимать фильмы о детях в возрасте 10, 12, 15 лет, которые живут здесь и сейчас. Нужно снимать фильмы об их родителях, которые живут, как правило, на периферии. У нас сегодня эпоха, когда города-миллионники, безусловно, они концентрируют у себя ресурсы, знания, умения, производство, но тем не менее основная идеология находится на периферии. Люди, хранители традиций живут на периферии. И вот нужно создать образ героя нашего времени, который строит счастливую семью, рожает правильных детей и строит страну, которая будет через 10-15 лет. Вот этих историй у нас с вами нет. Сегодняшний выпуск информационной войны я хотел посвятить будущему. Поскольку солнечное затмение ознаменелось с тем, что многие загадывали желание, я предложил посмотреть на этот вопрос с точки зрения индустрии и написания сценариев. Сценаристы и планировщики это основная профессия, которая позволит нам победить в будущем. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова